Тот 6 миллионов долг, в том числе и наш, 800 с лишним тысяч, почти миллион, он обусловлен тем, что у нас единый расчетный счет у КСК «Регион», потому и долги они все вместе. Есть два договора, Лазовский и Васильевский, и Заричный. Соответственно, КСК «Регион» не мог гасить отдельно, например, наши долги, сдержанные Лазовские. Все это обусловлено тем, что у них действительно есть решение отбитражного суда, и абсолютно идет списание. Уже с начала лета списывается только арбитраж по топливу. На начало предыдущего периода топителя у нас долгов не было. Вот скопление 2012 года привело к этому миллиону рублей. Да, и у нас тоже есть намерение получить свой миллион по грошению. У меня есть гарантийные письма руководителя КСК «Регион», что при получении денег от области он даст наш долг. Потому что он создавался, естественным образом, как бы, и одно отдадут. Это вот часть обязательств регулированных. по «Васильевскому» у меня «Вектор В». Если хотите сказать, могу начать. «Васильевская», значит «Вектор В» пришел на этот рынок услуг с 3 миллионами, которые они так до сих пор у нас имеют перемещение к настоящему времени. Что произошло за период, пока работает эта компания? Как бы, не хотелось бы мне сказать об ухудшении состояния, защитить эту цифру. Почему? Потому что 2012 год показывает, что весь текущий платеж этой организации произведет. Погасить 3,5 миллиона для таких объемных предприятий – это очень серьезная вещь. И требуют они, конечно… А сколько домов обслуживают? 19 многоквартирных, 19 многоквартирных двух домов. Фонд маленький, это 20, около 30 тысяч килограммов метров. Но, как бы, за время работы этого предприятия мы наблюдали, что реальное желание работать и оторваться от ситуации, которую, значит, у нас за год устроен, мы приняли. Я упомяну, что, как вопрос, что долги оставляли предыдущие, да, уходили от долгов. У нас Вектор В принял организацию с долгами и свет и газ. И были договоры о сессии с газовщиками, с энергетиками. Но, тем не менее, два тарифа не возьмешь с людей. Уже собрали предыдущие. Сейчас реально что они смогли сделать? Чуть пошли на минимизацию расходов по предприятию. Например, у нас есть такой лазер, и там два 12-квартирных жилых дома. Эксплуатировалась электрическая котельная, которая сжирала сумасшедшие деньги, полтора миллиона примерно в год. Сейчас вот руководство установило потопление. Это реально экономные средства, порядка 150 тысяч в месяц будет. То есть, как бы, минимизация расходов, да. Потом, как бы, видим, что работает и с предприятиями, которые, кроме социалки. Например, мы знаем, что зачастую уже коммерсантам стало, например, дешевле автономно что-то отапливаться, да. Вот это самое. Предприятие работает везде. Мы явилило несколько, я знаю, как бы договорные сейчас отношения не собирают средства. Ну и тянет нас хорошо, конечно, и население. 5-6% что такое? Вот по нашему, по ректорскому ситуации, получается, сейчас 3 миллиона накопили долгов. Что не год по миллион, слившись. Да, проработаем 5 лет, будем иметь 5 миллионов долга. Валерий Иванович нас за это стерзает. Но такая тенденция нехорошая. Мы знаем оригинальные элементы, да, с которых не возьмешь. И все время, как бы, озвучиваем и говорим, что это нефиг. И теперь 4 месяца не проплатит квартплату, становится какой-то обычной ситуацией. Для коммунальщика это нехорошо, изрезы вор, а население как бы не видит за собой особой такой опаски. И мимо 3 миллиона за 2 с небольшим года. Для каких вы видите какие-то выходы у вас, какой-то пессимистичный расстройки? Вот по этой ситуации, вот по вектору, если мушить и действовать дальше, только максимальная, как бы, на законных основаниях дисциплина финансовая, минимализация расходов, недопущение каких-то... Сейчас, получается, в ситуации он такой, балансирование, а что там... Продолжение следует...